впереди май праздники и очень много дачных забот что же нам предстоит сделать на участке в мае и какие дни для этого лучше всего подходит сегодня я расскажу на канале антонов сад работы в мае нам предстоит много нужно подготовить грядки высадить первую рассаду в теплицу подкормить растения и обработать участок от болезней и вредителей и сейчас поговорим не только обо всех дачных заботах но и про самые благоприятные и неблагоприятные дни для них все даты мы пропишем на экране и так в благоприятные дни можно сеять высаживать и пересаживать практически все растения будут кое-какие ограничения но о них чуть позже в нейтральные дни лучше подкормить обрезать растения обработать их от болезней и вредителей или поработать с почвой и в неблагоприятные дни наведите порядок на участке займитесь формированием компостной кучи или прополкой ну а теперь подробнее обо всех работах в мае нам нужно заняться почвой на участке и в теплице убрать все растительные остатки обработать от болезней и вредителей даже если вы делали это осенью лучшая борьба с патогенами это профилактика далее нужно внести удобрение любое комплексное по инструкции это может быть нейтромофоска или органоминеральное удобрение выбирать вам и обязательно органику хотя бы по пол ведра компоста или перегноя на квадратный метр грядки и мы будем добавлять вот такое микробиологическое удобрение м бакаши м обозначает эффективные микроорганизмы это отруби заселенные особыми бактериями которые ускоряют разложение органики за счет этого повышается плодородие почвы и содержание в ней гумуса а это важно для укоренения и развития растений которые будут расти на этих грядках бакаши можно вносить подрыхление и перекопку при подготовке грядок но важно заделать их недели за три до высадки рассады можно кстати смешать бакаши семенами сидератов перед их посевом после высадки рассады их тоже можно использовать а чтобы ваш компост созрел намного быстрее добавляйте в него бакаши в течение всего сезона грядки подготовили можно приступать к посадке в мае мы уже высаживаем рассаду в теплицу только дождитесь когда почва в ней прогреется до плюс 15 для томатов и до плюс 19 для перцев огурцов и баклажанов и подготовьте нетканый укрывной материал в мае еще вполне могут быть заморозки и посадки нужно будет дополнительно укрыть чтобы они не пострадали в начале месяца в теплицу можно посеять редис горох морковь и зеленые культуры когда в открытом грунте почва прогреется до плюс 10 градусов можно приступать к посеву семян зелени и корнеплодов а также посадки картофеля но не забудьте обработать его перед посадкой от болезней и вредителей у нас как раз недавно вышло видео на эту тему из цветов в мае можно посеять прямо в грунт например алисиум бархатцы астры васильки душистый горошек календулу космею настурцию но и шульцию продолжаем высаживать саженцы кустарников деревьев и декоративных растений посадочные ямы для них лучше приготовить за одну две недели чтобы почва в них немного осела можно проводить санитарную обрезку деревьев и кустарников удалить сухие сломанные ветки если не успели сделать этого в апреле также не забывайте о подкормках многолетних растений на вашем участке первая азотная подкормка была в апреле а в мае самое время дать комплексные удобрения вносите их по проекции кроны именно там находятся все всасывающие корешки если будете использовать сухие удобрения обязательно заделать их почву и пролейте водой ну и продолжаем обрабатывать сад от болезней и вредителей сейчас можно применять препараты которыми можно опрыскивать деревья по зеленому конусу и розовому бутону то есть когда почки и бутоны только начинают распускаться как и чем именно можно обработать мы очень подробно рассказывали в нашем недавнем видео рассаду в теплице через неделю-полторы после высадки тоже стоит обработать для профилактики но вот и все не забудьте со всеми этими хлопотами оставить время на шашлыки и любимую баню а с вами на канале антонов сад был евгений пока пока